АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая участница — Адель Ланге, 12 лет. Максим Горький, старуха и зергиль. АПЛОДИСМЕНТЫ Далеко за морем Есть страна большой реки. Там жило могучее племя людей. Они на охоту за зверями Тратили свою силу и мужество, Пировали после охоты, Пели песни и играли с девушками. Однажды во время пира Одну из них, черноволосую, как ночь, Унес орел. Спустившись с неба, Стрелы, пущенные в него мужчинами, Упали. Шалки. Обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, Но не нашли ее. Но через двадцать лет Она сама пришла, А с нею был юноша, Красивый и сильный. Все смотрели с удивлением На сына орла И видели, Что он ничем не лучше их. Только глаза его были Холодны И горды, Как у царя птиц. А когда пришли старейшины, Он говорил с ними, Как с равными себе. Это оскорбило их, А он отвечал, Что таких, как он, нет больше. И не хочет он чтить Никого. О, тогда уж совсем Рассердились они И сказали, Ему нет места среди нас, Пусть идет, куда хочет. Он засмеялся И пошел, Куда захотелось ему, К одной девушке, Которая пристально Смотрела на него. А она была дочь Одного из старейших. И хотя он был красив, Она оттолкнула его, Потому что боялась Отца. В ответ он ударил ее, А когда она упала, Встал ногой на ее грудь. Девушка вздохнула, И свилась с ней И умерла. Всех, кто видел это, Оковал страх, И долго все молчали, Глядя на нее. Наконец, Один мудрец сказал, Спросим его, Почему он сделал это? И я убил ее, Потому, мне кажется, Что меня оттолкнула она, А мне было нужно Ее. Ее. Наконец, Люди увидали, Что он считает себя Первым на земле, И кроме себя Не видит ничего. Всем даже страшно стало, На какое одиночество Он обрекал себя. Это страшное наказание. Такого Вы не выдумаете В тысячу лет. Наказание ему В нем самом. Пустите его, Пусть он будет Свободен. Вот его наказание. И тут произошло Великое. Грянул гром с небес, Хотя на них не было туч, А этот юноша Громко смеялся Вслед людям, Которые бросили его, Смеялся, Оставаясь Свободным, Как отец его. Но отец его Не был Человек, А этот Был Человек. И вот Он стал жить Вольный, Как птица. Он приходил В племя, Похищал скот, Девушек, Все, что хотел. Его стреляли, Но стрелы не могли Пронзить его тело. И долго Он так Одинокий Вился Около людей. Долго Не один десяток Годов. Однажды Он подошел Близко к людям, И когда они бросились на него, Не тронулся с места. Тогда Люди догадались И крикнули громко, Не троньте его, Он Хочет Умереть. И ушли, Оставив его. Он лежал Кверху лицом, Видел Высоко В небе Черными Точками Плавали Могучие Орлы. В его глазах В его глазах Было Столько Тоски, Что можно было бы Отравить Ею Всех Людей Мира. С той поры Остался Он один, Свободный, Ожидая Смерти. И вот Он Ходит, Ходит Повсюду, Видишь, Он Стал Уже Как Тень, И Таким Будет Вечно. Ему Нет Жизни, И Смерть Не Улыбается Ему, И Нет Ему Места Среди Людей. Вот Как Был Поражен Человек За Горд. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова